Приветствую! 16 августа 2024 года Кабинет Министров Украины изменил законодательство о мобилизации и воинском учете. И в этом видео мы поговорим о таких вопросах, как послабление правил получения отсрочки по догляду, изменение в правилах ведения воинского учета лиц с 16 до 25 лет, изменение в правилах проверки документов лиц, которые находятся за границей, а также поговорим о новых категориях людей, которые получили право на бронирование. Итак, начнем мы с вопроса о оформлении отсрочки по догляду. Первым, кто опубликовал эту информацию, был Алексей Гончаренко, поэтому мы и будем сейчас с вами смотреть его телеграм-канал. Какие изменения внес Кабмин в постанову 560? Первое изменение. Установлен срок для выдачи акта про догляд 10 дней. Понятно, что с одной стороны это хорошо, с другой стороны, ну, очень часто никто сейчас не смотрит вообще ни на какие сроки. Да, мы знаем про акт догляду, который был по постанове 57, там был срок установлен законом, но кто его исполнял? Всегда ссылались на занятость, на большое количество обращений, на то, что вообще в стране война, мол, чего вы хотите. То есть это вряд ли как-то облегчит людям жизнь. А вот второй момент, вот это, это действительно облегчает людям жизнь. Здесь идет речь о порядке получения отсрочки, ну, как я понимаю, по девятому пункту. Догляд за родителями в первую очередь здесь касается, да. И, соответственно, осуществляя догляд родителей сейчас по постанове 560 по 61 пункту, человек должен написать заявление о том, что нет других членов семьи, непроцездатных, ой, вернее, непроцездатных, невиськово завязанных. Хотя в законе такого требования нет. И вот Кабмин наконец-то понимает, что это требование незаконно, убирают. Это супер. Для тех, кто осуществляет уход за батькам и дружины, там, понятно, нужно будет доказывать отсутствие иных членов семьи. Но при этом это предусмотрено и законом. То есть здесь все ок, здесь однозначно по девятому пункту облегчили порядок получения отсрочки. Смотрим дальше что. Ну вот то, что действительно облегчает, опять же, жизнь, облегчает получение отсрочки для людей, которые усыновителями являются, да, которые имеют трое больше детей. И теперь для того, чтобы доказать, что человек усыновлен, нужно решение суда подать и все. Не нужно ждать свидетельства о рождении. Дальше здесь идет речь о том, что место проживания ребенка теперь нужно устанавливать только по решению суда. И самый главный вывод, вот мне хочется его процитировать, да, то, что пан Гончаренко пишет. Вот это. Отжек. Кабмин вырешил трохи спростить деякие нормы, але все одно вони не усувают суперечностей с законом. Чого я добывався и буду добыватись. Вот тут однозначно следует с Алексеем согласиться, потому что действительно постанова 560, ну, не очень соответствует закону о мобилизации. И очень плохо, что Кабмин так медленно ее меняет. Ну, вообще очень плохо, что они изначально приняли постанову, которая не соответствует закону, а теперь, понимая это, они ее потихонечку меняют. Но идем дальше. К следующим вопросам. К вопросам воинского учета несовершеннолетних. И не только их. Появилась вот такая постанова про реализацию экспериментального проекта с автоматичной верификацией та перевиркой ведомостей про призывники військовозобовязанных та резервистів. И в этой постанове, пока она не опубликована, кстати, но это сайт Министерства реинтеграции. И вот они официально сообщают, что в этой постанове будет. Первый момент. Воинский учет призывников. Значит, все, кто от 17 до 25 лет, должны быть взяты на воинский учет без прохождения ВЛК. И это касается и тех, кто в Украине, и тех, кто за границей. Ну, где-то легче стало, да, что не нужно проходить ВЛК. Идем дальше. Что здесь еще? Проверка документов за границей. Будет касаться это всех мужчин от 18 до 60 лет. И, соответственно, будет это использоваться при обращении за оформлением паспорта. И их военно-учетные документы будут проверяться через державную электронную систему ТРЭМБИТа. Вот. То ли для службового коррестувания, то ли тайные вообще. Мы ничего не знаем. Ну, вот. Маймо, то еще маймо, что называется. Дальше. Обратите внимание, снова по призывникам. Внесение в реестр. Значит, все лица мужского пола от 16 до 25 лет, которые будут обращаться за оформлением паспорта на территорию Украины, тоже будут сразу же вноситься в единый реестр военно-обязанных призывников и резервистов. При этом это будет делаться без прохождения ВЛК. Ну, и четвертая позиция, о которой они говорят, вот она вообще интересно звучит, будет сформованный перелик грамадян Украины человечей стати веком від 16 до 60 років, данные яких повинні бути внесені до реестру військово-обовязанных. И вот тут у меня вопрос. А мне кажется, этот перечень есть, и он же ж есть уже в законе. Ведь закон определил, кто подлежит постановке на воинский учет. Имею в виду закон про ВОИВС, воинскую обязанность и воинскую службу. Там же в 37-й статье указано, кого берут на воинский учет. Зачем нам постанова и что в ней будет написано, это очень интересно. Ну и переходим к последнему вопросу, вопросу бронирования. Об этом сообщил министр Федоров. Официальной информации нет. То есть текста постановы 76 нет. Поэтому, когда появится, как и по другим вопросам, будем разбираться более подробно. Итак, что здесь мы видим? Первое. Мобильные операторы, у которых доход более 200 миллионов гривен в месяц, могут бронировать 100% своих работников. Интернет-провайдеры, у которых доход более 20 миллионов гривен в месяц, также могут бронировать 100% своих работников. Интернет-провайдеры, у которых менее 20 миллионов, но они работают в областях, которые граничат с РФ, с Белоруссией, либо же зоной боевых действий, то они тоже могут бронировать даже более 50% своих работников. Вот такие изменения появились в действующем законодательстве. Обращаю ваше внимание, что текста всех этих постанов еще нет. Как только они появятся, будут отдельные видео, и будем подробно разбираться уже не со слов депутатов, не из новостных лент министерств, а будем именно разбираться с текстом законодательства и выяснять, насколько это действительно упрощает жизнь. И действительно ли там написано именно то, о чем нам сообщают предварительно. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить новости в сфере мобилизации. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал, его название вы сейчас видите вот здесь, а ссылочка будет в описании к данному ролику. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.